Библейский портал экзегет.ру представляет 11 глава первой книги про Липоманан или Хроник Перевод российского библейского общества я читаю для библейского портала экзегет Собственно говоря, с этой главы начинается повествование Как это 10 глав уже, это что же, это было предисловие Ну, во-первых, история Саула в предыдущей главе, царя Израиля, который не был таким царем, каким он должен быть А перед этим 9 глав, которые, собственно говоря, показывают нам, что такое Израиль, зачем он нужен, откуда он взялся, какие были другие народы, из чего состоит сам Израиль И, конечно же, у нас в 11 главе начинается царство Недавида Вообще, когда читаешь эти книги, Хроника или про Липомана, то самое интересное Как они отредактировали материал книг царств В общем, новых событий мы не узнаем Если мы читали царство, то практически все уже знаем Да, какие-то, может быть, мелкие детали Но как это подается? В царствах мы видим долгую и сложную борьбу Давида с самим собой, с обстоятельствами жизни, с Саулом Хотя с Саулом он борется, скажем так, мирно и ненасильственно Но уклоняется от насилия со стороны Саула А здесь ничего этого нет Давид появляется сразу царем и победителем Это не мальчик-пастушок, который служит царю, потом скрывается от него Который занимается, в общем-то, разбоем иногда на больших дорогах Потому что надо же чем-то жить Ну, такой вот персонаж хороший, но не елейный А здесь он просто идеал И его восход на престол, он просто вот беспроблемен абсолютно Почему так? Ну, давайте почитаем Все израильтяне собрались к Давиду в Хеврон и сказали Мы плоть от плоти твоей, кости от кости твоей Прежде, когда Саул царствовал над нами, ты возглавлял Израиль в военных походах Господь сказал тебе, ты будешь спасти народ мой Израиль Ты будешь его правителем Все старейшие на Израиле пришли в Хеврон к царю Там, пред Господом, царь Давид заключил с ними договор И они помазали Давида на царство над Израилем Так сбылось то, что обещал Господь через Самуила Прям идеальная картинка, правда? И мы читаем в книгах царств, сколько было недовольных Сколько было мятежей Как не сразу вот от потомков Саула и его сторонников царство перешло к Давиду Как сначала только иудеи его приняли, родное племя Колено Потом все остальные А тут прямо раз и все Давид и все израильтяне отправились в Иерусалим Это и есть Еву, с которым жили Евусеи Они сказали Давиду, ты не войдешь сюда Но Давид захватил крепость Иона, это теперь город Давидов Давид сказал, кто первым ворвется к Евусеям, тот и будет главным Тот станет военачальником Первым оказался Иоав, сын Церуй Он стал военачальником Давид поселился в захваченной крепости Потому ее и назвали городом Давидовым Давид отстроил город от Мело Что такое Мело, никто толком не знает, какая-то точка в Иерусалиме или район И дальше, а Иоав восстановил остальные части города Давид укреплялся и возвеличивался Господь воинства был с ним Вот и вся история войн Давида До его воцарения, до его прихода в Иерусалим Мне кажется, что эти книги про Липоменон Они действительно локируют действительность Как вот когда-то говорили Такое было выражение Но это не значит, что они врут Они просто показывают лишь одну сторону правды И книги царств как раз показывают Давида Таким сложным, объемным, непростым И не всегда однозначным персонажем Да, великим героем, царем, угодным Богу Но не грешником, но и иногда вот таким парнем с большой дороги А здесь он сначала военачальник, потом царь Он захватывает Иерусалим вот так просто Там была вообще-то укрепленная крепость А он вот как на параде в нее входит Назначает первого взошедшего в город своим военачальником Там с этим Иоавом много будет связанной истории Вы знаете, мне кажется, что само это повествование Оно показывает нам, как огламуривается постепенно священная история И может быть, когда мы читаем многие другие отрывки Где вот все так гладко, все так красиво, все хорошо Мы понимаем, что была большая дистанция Вот книги царств явно эти предания, эти рассказы о Давиде Складывались по свежим следам И люди все это помнили Потом, наверное, в книгу это было записано спустя какое-то время Не сразу, не через год после этих событий Но предание уже состоялось, как вот такая сложная картина А потом постепенно хорошие люди становятся прямо вот Глянцево, гламурно хорошими Плохие люди аналогично плохими И человек вот упрощает Книга Парлипомена, он упрощает А может быть, она упрощает не случайно Потому что она, эта книга в двух томах Хочет обратить наше внимание на что-то другое, чем сложность образа Давида Но это мы еще увидим И, конечно же, мы читали списки Списки, я говорил вам, списков больше не будет Но я был не совсем прав Будут Вот прямо сейчас Вот военачальники Давида, которые поддерживали его во время его правления Вместе со всеми израильтянами Помогли ему взойти на царство, как и обещал Господь Обратим внимание дальше длинный список Если столько военачальников поддерживало и помогло Значит, это был непростой путь Да, книга сама внутри себя как бы дает намек Что все сложнее, чем тут сказано Вот список лучших воинов Давида Иушевам, сын Хахмони, начальник гвардии Мне не нравится слово гвардия, применительно к древнему Израилю Тридцати, в оригинале тридцати Но это, видимо, какой-то вот такой особый отряд Который вот совершенно отдельно от всех остальных войск и охраняет царя Он за один раз убил копьем 300 врагов Второй после него человек Он был одним из трех воинов, которые были вместе с Давидом в Пасдамиме, где филистимляне собрались для битвы Там было ячменное поле И когда народ обратился перед филистимлянами в бегство И те трое воинов встали посреди поля И, сражаясь с филистимлянами, защитили поле Господь даровал великую победу Соответственно, вот такие списки Великих полководцев или воинов А зачем они здесь дальше будут продолжаться? Просто сказать, Давид не сам это все сделал? Нет, ведь книга про Липомена, она показывает родовую структуру вообще всего человечества Израиля, династии Давида и тех, кто рядом То есть для того, чтобы израильтяне последующих времен помнили, с кем и как они связаны Вот сейчас, скажем, в России очень популярна память о Второй мировой войне Люди находят своих предков, их историю восстанавливают Вот по той же самой причине То есть понимать, кто был до нас Вот чью линию мы продолжаем Эти трое гвардейцев пришли к Давидову в Дуламскую пещеру среди скал А филистимляне стояли лагерем в долине Рифаимов Обратим внимание, тоже такие отдельные подвиги Даже нет картины, как Давид там воюет с филистимлянами, что-то происходит Вот отдельные такие картинки-подвиги, связанные с именами Потому что любая война, в конечном итоге, это история людей Не только фронтов, которые передвигаются, но это современно Или в древности там армия пошла туда, пошла сюда Это есть в книгах царства, этого много Но это еще и конкретный человек Вот что он сделал, как он себя вел на войне Давид находился в крепости Отряд филистимлян стоял у Вифлеема Его родной город, между прочим Давид мучился жаждой и признался Если бы кто дал мне напиться воды из колодца, что у ворот Вифлеема Эти трое воинов прорвались через филистимский лагерь И начерпали воды из того колодца, что у ворот Вифлеема Они принесли ее Давиду Он-то говорил так, как бы мечтательно Они вот сделали это Но он отказался пить и вылил ее, совершив излияние Господу Сохрани меня, Господь, не стану я это пить Это же кровь тех людей, которые рисковали своей жизнью Сказал он, и не стал пить Вот чем знамениты эти три воина И он совершает символический жест С нашей точки зрения довольно неразумный Ну и они такие вот храбрые глупцы Да, вот прорываются сквозь строй врагов Чтобы принести водички, что ли, поближе не нашлось Может поближе-то и не было Но что ли не нашлось в месте, где нет врагов Наверное, можно было найти другой источник Но вот именно тот, из которого он в детстве пил Вода которого самая сладкая для него А он ее отказывается пить И что это значит? Почему этот эпизод, он и в царствах есть Почему он так важен? А вот он не тиран, он не деспот Он не отправляет людей на гибель Ради того, чтобы потешить свое какое-то вот чувство Там Родины или чего-то еще Он говорит им, вы рисковали Я вижу, что вы принесли жертву Вы были готовы жизнь отдать Эту жертву я отдаю Господу, не мне Не для меня вы рисковали Вы Богу показали, что вы храбрецы Что вы прорвались сквозь врагов Что вы захватили это там ведерко воды Да, ну мелочь казалось бы Но это ваша храбрость Это ваша кровь, которую вы готовы были пролить Может быть и пролили даже И она, как всякая кровь, принадлежит Богу А не для питья А Вишай, брат Юаба, был командиром гвардии Ну, 30-ти Он убил своим копьем 300 врагов И в гвардии его уважали Ну вот здесь стиль, конечно, местами какой-то прям Д'Артаньян Но есть недостатки у этого перевода Он был самым прославленным из 30-ти И стал во главе них Но в число трех верховных военачальников не входил И тоже, да, вот видите, такая структура Три верховных военачальника Вот тройка при Давиде А есть герои, которые, может быть, не меньше их Но он не в этой тройке Вот как бывает Кто-то на должности, а у кого-то авторитет неформальный Бенаясен Ехояды Могучий храбрец из Кавциэла Известен многими делами Он убил двух могучих, как львы, воинов, мавитяна Однажды, когда выпал снег Ну, там редко выпадает Он спустился в яму для сбора воды И убил льва, попавшего туда Еще он убил огромного египтянина, ростом в пять локтей Копье у него в руке было, как навой ткацкого станка Ну, это прямо как в истории про Голиафа Но имени здесь нету Навой, то есть это деталь ткацкого станка Вот такой огромный брус А Бенаяс вышел на него с одной палкой Отобрал у него копье и убил египтянина Его же собственным копьем Вот чем знаменит Бенаясен Ехояды В гвардии его уважали Он был одним из самых знатных гвардейцев Но в число трех верховных военачальников не входил Давид назначил его ответственным за свою охрану Да, вот здесь такие нарочитые анахронизмы Ну и целый список Другие могучие воины Очевидно, не из ритянина, из какого-то другого народа Ира сын икеши из тыко Не относятся именно к израильтянам Ну, вполне естественно, потому что Давид странствовал И собирал вокруг себя разных людей Ахиам сын Сахара Хараритянин Тоже Элифал сын Ура Хефер Махаритянин Ахиапиланитянин Хитсруи Скармила Нарай сын Эсбай Иль Братнафана Мифхар сына Хагри Целок Аманитянин Ну, это более известный народ Аманитянин Нарай Сбайрот Он был оруженосцем Ира и Третьянин Гарев и Третьянин Урия Хет Кстати, вот его жена Стал потом женой Давида Об этой истории подробно рассказано В книге царств Где эта история с Версавией Такое подробно описанное грехопадение Давида А здесь просто его имя Урия Хет Не это интересно автору Парлипомена Не образ Давида А скорее вот эта структура Израиля В его идеальном каком-то понимании Зават сын Ахлая Одина сын Шизы Из племени Рувима Предводитель своих соплеменников И с ним 30 человек Видите, вот племя Рувима Как бы на особицу Потому что Давид из племени Иуды Ханан сын Махи Осафат Метнитянин Узия Штыратянин Шама И Ие и Эл Сыновья Хутама Из Аруэра Иедия Эл Сын Шимри Его брат Йоха Тицитянин Элиэл Махавитянин Ирева и Йошави Сыновья Элнаама Итма Муавитянин Элиэл Овед И Ясаел Из Мецовы Ну вот Список на этом закончен Как и 11 глава А те, кто это читали Вероятно, многие Вспоминали своих Или предков Или Людей, о которых они знают Или соплеменников И для них это было важно И для них это было важно Как и 11 глава Итма Махавитянин Вспоминали своих Итма Махавитянин Итма Махавитянин Итма Махавитянин